МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Услышать русские песни в США – это большая редкость, а в исполнении детей – вдвойне. Поэтому сегодняшнее мероприятие – это большой подарок для всех нас. Финал вокального конкурса «Синг Тугедер», который объединил талантливых детей из разных музыкальных школ Майами, любящих родителей и звездных судей. Идея создать такое мероприятие появилась у Марины Султановой несколько лет назад. Будучи профессиональным музыкантом, бакалавром и магистром искусств, директором и преподавателем Султанова студия, она, как никто другой, знает, насколько важно для детей выступать на сцене. Мы думали об этом пару лет, но это было очень волнительно начать, взяться за этот проект. И потом, в этом году мы все-таки решились на это. Это связано с тем, что мы хотели бы объединить не только нашу студию, Султанова студия, но и других учителей вокала, другие студии, чтобы это был общий такой конкурс, в котором мы бы вместе пели, выступали, дети показали бы свои таланты, на что они способны. То есть не только в классе они бы пели, но также и выступали на большой сцене. И на сцену выйдут лучшие из лучших. Ведь, чтобы оказаться в финале, нужно было пройти несколько отборочных туров. В конкурсе было несколько этапов. Первый тур проходил онлайн, и мы отбирали участников, которые попадут в финал. Во втором туре это был такой мастер-класс от Алины Ольшанской и от Марии Зориной, где они давали им советы, участникам, и готовили их к выступлению. И третий тур – это финал, который мы сейчас будем смотреть. А посмотреть, поверьте, было на что. Участники соревновались каждый в своей возрастной категории. Их было три. Самым маленьким – 4-6 лет. Дальше дети – 7-12 лет. И закрывали конкурс участники 13+. Самые маленькие держались, как настоящие артисты. Даже если и нервничали, то всячески скрывали свой страх. Волнуешься? Нет, чуть-чуть. Чуть-чуть? Что ты сегодня будешь петь? Какую песню? I'm a car of the bells. Привет. Привет. А тебя как зовут? Нина. Нина, а сколько тебе лет? 7. Какую будешь петь теперь? Раслая дожка. Волнуешься? Нет. Ты уже выступала на сцене? Я выступала, но я в конкурсе никогда не была. А вот профессиональные артисты не скрывали своего волнения. И переживали не только, как выступят их ученики, но и за всех участников конкурса волновались. Ведь сегодня от их выбора зависит, кто станет победителем. Жюри, так скажем, сложнее всего, потому что все дети не просто талантливые, а не все умеют петь красиво, актерское мастерство на высшем уровне. Мы не знаем, как мы будем сидеть, потому что первое место одно, и это будет очень тяжелая такая задача. Я не могу их оценивать, хоть я сегодня приглашена как жюри. Мне будет очень трудно, и я, наверное, откажусь даже своих судить, потому что каждый для меня это уникальный по-своему. С остальными тоже будет трудно. Я вообще не люблю жюри сидеть, если честно. Очень не люблю сидеть в жюри. Неблагодарна это дело. Спасибо, что вы у нас есть. Вы нас всегда поддерживали, и сколько вот я проводила мероприятий. Russian America TV всегда с нами. Все репортажи. И, кстати, года два назад вы снимали уже передачу с другими, правда, моими учениками. Эти только подрастали. И вот сегодня уже звездный час других следующего поколения, так сказать. Спасибо, что вы пришли, что вы у нас есть. Смотрим, любим, лайкаем, подписываемся. Живите долго. Скрывать не буду, нам был приятен такой теплый прием. Ведь практически все члены жюри – давние друзья нашего канала. Это и Алина Ольшанская, актриса театра и кино. Виктория Мур – фэшн-блогер и персональный стилист. Лариса Маскалева – заслуженная артистка Узбекистана. Марина Зорина – выпускница Академии имени Гнесиных, солистка государственного оркестра военно-морского флота имени Римского-Корсакова. Юлия Осина – Фридман, профессиональный музыкант, композитор, режиссер, автор таких хитов, как «Ориентация Север», «Революция». Пожелать очень хочется смелости, потому что я знаю по себе, это страшно. Это волнительно, это страшно. Для детей одно слово – это страшно. Поэтому смелости в первую очередь, а дальше уверенности и побольше эпатаж, наверное. Вообще, я на самом деле рада, что Марина Султанова устроила такой конкурс, потому что, во-первых, это традиция на русском языке, все русскоговорящие. То есть это на самом деле очень крутое событие. И я волнуюсь, потому что, как я уже сказала, что придется выбирать. Но очень-очень-очень интересно посмотреть на всех деток. Посмотреть, что все такие нарядные, все такие красивые, все волнуются наверняка. У всех глаза горят, это здорово. Ваши детки будут принимать участие? Одна моя ученица будет принимать участие в следующем этапе от 7 до 12 лет. А ей только-только исполнилось 7, поэтому тут как раз хорошо, что не я это буду делать в следующей группе. На каком языке будет исполнять песню? На русском. На русском языке, конечно же, потому что и родители хотели этого. И, собственно, мы стараемся как-то. То есть оба языка, конечно, безусловно, но русский язык – это все-таки корни. И, собственно, мы стараемся как-то. Для каждого человека важно сохранять, что от дома у себя в душе. И, наверное, музыка – это один из таких важных моментов в жизни каждого человека, который позволяет ему, ну, передать что-то, ну, знаете, от своего дома и так далее, что родное. Поэтому, наверное, для нас это очень важно, что даже будучи там более чем в 10 тысяч килетрах от дома, можем играть такую музыку, которая откликается у людей, которая нравится и которая приносит нам и вам удовольствие. Осень – такая пора задумчивая, пора любви, поэтому песня выбрана неспроста. Для многих участников сегодняшнего конкурса русский – это второй язык. Но именно музыка вдохновила многих заговорить на нем. Моя мама родилась в Минске, а я здесь, в Америке. И, ну, английский – это мой первый лэнгвидж, и русский – второй. Ну, я учусь с этой учительницей, мне правда очень нравится. И я, ну, я лучше говорю по-русски сейчас. Моя семья тоже из Белоруссии сами. И для меня вот петь русские песни в Америке, ну, это очень классно, потому что не только я могу показать свой английский язык, как я им владею с пением, но и русский язык. И для меня это очень хорошо. Конкурс стал замечательным поводом собраться всей семьей. Поддержать конкурсантов приехали не только мамы и папы, бабушки и дедушки, но и маленькие братики и сестрички, близкие друзья. Для родителей это хороший шанс увидеть прогресс своего ребенка, посмотреть на уровень других участников конкурса, пообщаться с преподавателями. Выбрали мы музыкальную школу не случайно, потому что старшая дочка занимается музыкой всю жизнь, закончила ее в России. И, соответственно, я даже не помню, как, но судьба нас свела с Мариной. И, по наследству, она от старшей перешла к младшей. И получаем удовольствие каждый год от концертов. То есть постоянно что-то новое, девочки развиваются, осваивают новые музыкальные инструменты, вокал. Чем прекрасна школа Марии Султановой? Потому что идет какое-то развитие, не стоит на месте. Открываются новые классы, приходят новые преподаватели. Прекрасный концерт устроен, чудесная организация. Вечер удался, и дети, мне кажется, счастливы, и родителю принимают с благодарностью все, что вкладывает преподаватель в каждого ученика. Очень здорово. Несмотря на то, что атмосфера на конкурсе была очень дружелюбная и праздничная, нужно было выбрать победителей. Задача жюри была оценить участников по следующим критериям. Голос. Актерское мастерство, точность интонирования, обаяние и лучший сценический образ. А вот сделать это было непросто, так как все участники без исключения выступили великолепно. И после затянувшегося обсуждения членами жюри были объявлены победители. В первом туре первое место заняла Николь Зимарина. Первое выступление на большой сцене и фантастический успех. Я невероятно продолжусь, Николь. Ты большая уличка. Спасибо тебе огромное, спасибо родителям, что привели ребенка. Палантливо, будем работать дальше. Мы занимаемся в музыкальной студии Султановой. Очень недавно совсем, буквально два месяца. Поэтому победа стала для нас большой неожиданностью. Первое интервью в своей жизни дала и сама победительница. Скажи, пожалуйста, ты первый раз выступала на сцене? Тебе понравилось? Да. А что тебе больше всего понравилось? Мне понравилось, как я выступала. Скажи, пожалуйста, а что у тебя в руках? Покажи, пожалуйста. Золотой приз. И это твоя сегодняшняя награда? Да. Вы как организаторы. Насколько довольны все ли получается, как было запланировано, как реагируют родители и что за кулицами говорят маленькие артисты? Ой, мне кажется, все удается. На самом деле, из зрительного зала такие эмоции. Все очень реагируют хорошо на выступления. Я даже не ожидала, на самом деле, такой реакции от зрителей. Во-первых, вторая категория, возраст от 7 лет до 13, это просто великолепные, готовые артисты, которых можно хоть сейчас на сцену выпускать наравне с другими звездами. Это просто настоящие звездочки. Это удивительно. Мы даже не ожидали, что будет такой высокий уровень этого конкурса. Во втором туре победителями стали две участницы – Валерия Коваль и Санни Бейзи. Правда, я могу сказать, я обожаю быть на сцене. Это вообще был всегда мой джрим. И когда я была маленькая, я всегда это хотела делать. И теперь я каждый раз пытаюсь побеждать. И... Я всегда хотела это делать в моей жизни. И это просто... Вот мне так нравится петь на сцене. It's like the feeling. Вот мне так сильно нравится это делать. Всегда хочу быть певицей. Я всегда хотела. Победительницей третьего тура стала Алина Беспалая. Гран-при конкурса «Синтюгедер» получила Рэйчел Карипанова. Вечер удался. И будем надеяться, что проводить такие конкурсы станет хорошей традицией. Увидеть знакомые лица, поговорить на русском языке, услышать родные песни – это то, что наполняет теплоту и радостью наши сердца. И место сегодняшнего мероприятия выбрано не случайно. Вы только посмотрите на все вот эти фотографии. Звезды первой величины выступали здесь, в ресторане «Татьяна». И возможно, что сегодняшние маленькие участники этого конкурса в скором будущем также займут почетное место на этой стене. Дорогой зритель, телеканал «Русская Америка» является независимым телеканалом. Мы независимы ни от одного правительства мира и хотим сохранить эту независимость. Если вы хотите поддержать наш канал, мы будем благодарны любой сумме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова